Здравствуйте, в эфире программа подробностей. Сегодня подробно будем говорить о такой важной и насущной теме, как здравоохранение. Вместе с нами в студии министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Андрей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать вас в нашей студии. Ну и начнем с событий, что называется, последних дней. Буквально на днях в Рязани прошла международная конференция главных врачей детских больниц, в центре которой были вопросы улучшения демографической ситуации, в частности, вопросы оказания более эффективной помощи матери и ребенку. Какую оценку на конференции от коллег получила деятельность учреждения здравоохранения Рязанской области? Как у нас с этим обстоят дела? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что конференция действительно получилась очень представительной, с международным участием были ведущие специалисты как Российской Федерации, так и представители стран СНГ. Возглавил конференцию профессор Ваганов, очень известный детский специалист. И конференция, так сказать, прошла под эгидой Министера здравоохранения Российской Федерации, представителем которой был начальник департамента родовспоможения Байбарин. По окончанию этой конференции, заслушав массу интересных докладов, начальник департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации, дала очень высокую оценку состояния детской службы и родовспоможения Рязанской области. Потому что представители конференции посетили и детскую рязанскую больницу, и перинатальный центр. Ну и, честно говоря, очень порадовало то, что отзывы были самые приятные. Доклады были очень интересные, доклады были конструктивные, и все, что, скажем так, было изложено, будет взято на вооружение рязанской медицины. Ну, вообще, вот если говорить об оказании, вот именно об эффективности оказания медицинской помощи, то я вспоминаю губернатора нашей области Олега Ивановича Ковалева, который не устает требовать и от городских властей, и от областных властей, чтобы вот эта помощь оказывалась, что называется, в режиме шаговой доступности. И губернатор продолжает требовать, чтобы, в частности, в городе Рязани открывалось как можно больше офисов врачей общей практики в густонаселенных микрорайонах. Расскажите, пожалуйста, о том, какая работа в этом направлении ведется, что уже сделано, что предстоит. Ну, это действительно очень важный аспект здравоохранения, то есть улучшение оказания качественной медицинской помощи. Почему? Ну, все мы понимаем, что такие крупные больницы, как областная клиническая больница или 11-я городская больница, были построены уже свыше 20-30 лет назад. И рассчитаны были, естественно, определенное количество населения, которое проживало тогда в этих микрорайонах. Сейчас количество населения и в том, и в другом микрорайонах значительно выше. Скажем так, если 11-я больница была рассчитана на 30 тысяч населения, сейчас мы знаем, что наш Дашко-Песочинский, так сказать, район уже достиг 70 тысяч населения. Более того, новые районы появляются. Да, совершенно верно, новые районы. И они уже становятся действительно отдаленными. И вот для того, чтобы приблизить медицинскую помощь, первичную медицинскую помощь к жителям нашего города, и открываются офисы врачебной практики, где будет оказываться первичная медико-консультативная помощь. Там будут участковые врачи, которые будут оказывать как и конституционную, так и лечебную помощь с необходимым набором инструментов и с необходимой, так сказать, квалификацией. Для того, чтобы оценить здоровье жителя отдаленного микрорайона и затем уже отправить его для оказания какой-либо специализированной помощи. На сегодняшний день в нашем регионе уже открыто 24 офиса врачебной практики. И в этом году мы планируем 4 офиса открыть в районах, то есть в области. И 4 офиса планируем открыть в черте города. В частности, 2, так сказать, мы уже думаем, что где-то в июле, в конце июля будут открыты в Дашково-Песочинском районе, что позволит существенно приблизить оказание медицинской помощи нашему населению. Еще один из таких положительных, наверное, моментов оказания такой шаговой помощи, медицинской помощи, что называется шаговой доступности, это социальный автопоезд заботы и здоровья. Планируется ли работа в поезд в этом году? Ну, и если да, то где, в каких местах Рязанской области он, что называется, проложит свой путь? Ну, этот проект уже, который перестал быть, наверное, проектом, а стал просто такой четкой, рабочей, организованной действительно поездкой значительного количества специалистов, которые в этом году, это уже четвертый год. И я хочу вам сказать, что он не только планируется, он уже, в общем, с 3 июня этот поезд, скажем так, ездит в пути, так сказать, по населенным пунктам нашей Рязанской области. Уже проехали 4 района. За это время уже посмотрели свыше тысячи пациентов, ну, свыше тысячи жителей нашей области. Дано свыше трех тысяч консультаций. Осмотрено свыше тысячи детей. Я вам хочу сказать, что в этом поезде задействовано свыше 30 узких специалистов. Представьте себе, да, то есть это практически многопрофильная больница приехала к жителям нашей области. Там и неврологи, и лор-врачи, и стоматологи, и эндокринологи. И это, конечно, позволяет жителям даже самых отдаленных наших населенных пунктов получить квалифицированную помощь, которую они могут получить только в высокопрофильных наших больницах. И я хочу сделать акцент на то, что вот в этом поезде, в этом году особенно, участвуют лучшие врачи, скажем так, наших лечебных заведений, врачи высшей категории с большим опытом. Поэтому жители охотно ждут вот этот вот поезд и очень активно откликаются. То есть везде возникают, ну, к сожалению, может быть, а может быть, нас это и радует, микроочереди такие для того, чтобы попасть к специалисту. И я хочу сказать, вот по примеру работы сейчас этого поезда в четырех районах нашей области, каждого жителя как минимум осматривает уже шесть-семь специалистов. То есть это практически житель прошел такое четкое диспансерное, так сказать, диспансерное обследование, что позволит выявить какое-то заболевание на ранней стадии и рекомендовать ему так либо обследоваться, либо получить дальнейшее стационарное исследование. Мы планируем охватить вот этой вот акцией, вот этим вот рабочим моментом свыше трехсот тысяч населения нашей области. И мы не говорим о том, что поезд, он будет вот даже в какой-то такой ранний-осенний период, он будет двигаться ровно столько, сколько необходимо будет для того, чтобы жители отдаленных наших населенных пунктов получили квалифицированное медицинское обследование. Александр Александрович, вот в связи еще один вопрос, его вам, наверное, часто задают, я не буду оригинален, но тем не менее вопрос, который очень многих людей волнует, это вопрос оптимизации учреждений здравоохранения Рязанской области. Много по этому поводу говорится. Как идет процесс оптимизации, какой все-таки результат в конечном итоге он должен принести? Ну, честно говоря, даже, в общем-то, неожиданный такой вот резонанс. Действительно, вот мы практически... Я вам хочу сказать, что с конца 2014 года по сегодняшний день мы уже объединили, или вот находится в стадии объединения, 22 медицинских учреждения. То есть просто из этих 22 медицинских учреждений будет, скажем так, не то, что они будут сокращены, да, мы просто мелкие объединяем с более крупными. Для чего это действительно нужно? Ну, не секрет, что сейчас финансирование идет из фонда ОМС. Финансирование по душевой. Если есть поликлиника, к которой приписано 6-7 тысяч населения, соответственно, и денег она получает ровно на это население, да, что не позволяет жителям, прикрепленным к данной конкретной поликлинике, получить медицинскую помощь, обследованный в полном объеме. То есть там специалисты узкие, такие как лор-врачи, неврологи, хирурги, они часто работают совместителями. Объединение более скрупными поликлиниками даст возможность увеличить вот этот вот участок финансирования до 20 тысяч, 30-35 тысяч. И это будет рентабельно. И тогда уже не будет совместителей. В этих поликлиниках будут работать четко врачи. Они будут подменять друг друга на время отпусков. И население не почувствует, скажем так, отсутствие того или иного специалиста. То есть помещения, где работают врачи, они остаются на месте, они никуда не деваются. Вся та же поликлиника остается на месте. Все кабинеты, все специалисты остаются на месте. Я уже много раз говорил, и, кстати, Олег Иванович говорит, что в результате вот этого присоединения, это не оптимизация, это просто укропнение, скажем так, медицинских учреждений. Ни врачи, ни средний медицинский персонал, ни младший медицинский персонал в этой ситуации никто сокращен не будет. У нас и так имеется определенный кадровый, скажем так, голод по определенным специальностям врачей. Поэтому, естественно, это никаким образом не предполагает сокращение врачебных ситуаций. И мы встречаемся и с населением, и с коллективами больницы, поликлиник для того, чтобы, скажем так, информировать и население, и сотрудников наших, что это не несет никакой, скажем так, какой-то угрозы для работы. Это все направлено для того, чтобы жители, еще раз говорю, жители нашего региона, жители нашего города получали более качественную, так сказать, и более полную медицинскую помощь. Я благодарю вас гостем программы «Подробности». Сегодня был министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова